МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, мы с вами изучаем большую тему функции Грина. И нам надо изучить обыкновенные дифференциальные уравнения. В этом направлении мы должны как-то обобщать. Потом у нас была функция Грина в каком-то частном случае, когда лямбда-энты не равны нулю. Собственные значения этого оператора, для которого мы находим функцию Грина. Ну и мы вообще-то решали задачу 1, напомню. Это когда неоднородность есть в уравнении, а граничные условия однородные. А еще у нас есть задача 2, которую тоже надо решить. Вот мы постепенно будем в этих всех направлениях двигаться. И тема сегодняшней лекции – обобщенная функция Грина. 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 Первый пункт будет условно-обратный оператор. Я напомню, что из функционального анализа, вы, наверное, знаете, есть для решения такой задачи, которая у нас задача 1, L, U равняется F. Это у нас задача 1. Есть такая альтернатива Фрид Гольма. Рассмотрим кроме задачи 1 еще другую задачу. Вот такой вот L крест на V равняется нулю. Пусть это будет задача 4. А если у нас оператор самосопряженный, так это тот же самый L крест, что L, да тогда это и не важно. А если вот общий случай не самосопряженный, то вот это вот сопряженная, а сопряженная однородная задача она называется. И вот здесь альтернатива Фрид Гольма. У этой альтернативы 2 пункта или 2 ветки. Если какая-то альтернатива, так можно идти по первой ветке, как в программе, а можно по второй. Первая ветка. Задача 1 имеет единственное решение тогда и только тогда, когда задача 4 имеет только тривиальное решение. В это же действие наравняется нулю. И вот, а предположим, вот это не выполнено. Что тогда? Вот тогда и вторая ветка. Если задача 4 имеет нетривиальное решение, В, К, ты не равный тождественно нулю при К равном от единицы до К большое, скажем. Ну, сколько-то там у них, сколько-то решений таких не равных тождественно нулю, и вот от них, если оператор может крест подействовать, ноль получится, то задача 1 разрешима тогда и только тогда, когда В, К, Т на Ф равняется нулю. Запятая К равняется от единицы до К большое. Ну, или словами, когда правая часть неоднородной задачи ортогонально нулевым модом сопряженной однородной задачи. Я этого писать не буду, потому что здесь все уже это написано. Вот это вот и есть. Скалярное предназначение равно нулю, значит, что ортогональное. В этом случае в случае задачи 1 имеет бесконечное множество решений. Вы это все знаете, я просто повторяю для вас что-то. Вот важная такая альтернатива. Вот она кажется такой сложной, если ее попытаться спросить на экзамене наизусть, так там половина ни за что не ответит. Но мне смысл очень простой. Если понять, что это означает, то вам не надо будет даже запоминать точную формировку, если вы будете понимать. Давайте я приведу пример. L пусть это матрица N на N. Если L матрица, то тогда U и F это столбцы такие. Давайте посмотрим, что такое первая ветка альтернативы. А у нас когда L ну что такое сопряженное, это вместо того, чтобы справа от матрицы ставить столбец, слева от матрицы поставим страху, это будет сопряженный оператор. Вот. Что это значит? Чтобы вот это вот уравнение однородное имело только нулевое решение, тривиальное, нам надо, чтобы предитель был не равен нулю. Значит, первая ветка означает, что просто DL не равен нулю. Ну, там, когда определитель матрицы не равен нулю, мы знаем, что случается, тогда можно взять и написать просто ответ, взять обратную матрицу, тогда она существует, и ее умножить на столбец F и найти решение, столбец решения U. Да? В этом случае действительно единственное решение, тогда и только тогда, все понятно, вот именно вот это вот, то, что здесь написано, пишется вот так вот в одной строчке. Вторая ветка альтернативы, что это значит? Когда определитель равен нулю. Что в этом случае делать? Ну, ясно, что уже не для всякой правой части задача 1 будет разрешима. Давайте слева скалярно на U умножим на вот это вот решение, сопряженное однородной задачей. UL VL равняется U на F. Если L теперь перебросить, как сопряженно на левую обкладку, получится, что L сопряженно на V равно 0, слева 0 будет, значит, справа должен быть 0. Вот это V на F должно быть равно 0. Вот это F должно быть ортогональным нулевым модом. Значит, я напишу, что V на F равно 0. Но даже в этом случае мы, конечно, решение уже можем найти, уже сдача разрешима, так бы она неразрешима. Что значит? Это определитель равен 0. Две строчки совпадают. Ну вот, а теперь дальше в этих строчках это такие уравнения. Что-то АХ1 плюс А2 АХ2 там равно чему-то. А другая строчка это же самое точно, пусть совпадает, равно чему-то другому. Ну тогда неразрешимая система противоречия возникла. А если они совпадают полностью и правые части совпадают, ну тогда здорово, тогда мы просто одну строчку зачерпнем, вот, ну и возьмем какое-то одно неизвестное посчитаем его равным там единице, да. А остальные найдем. Но у нас уже будет бесконечное множество решений, все равно уже полная красота не получится, все уже потеряно, единственность потеряна. В этом случае ОДИН имеет бесконечное множество решений. Если ранг матрицы системы там не равен, рангу расширенный матрицы системы, ну может быть там на несколько единиц отличаться, это мы в первом семестре тоже повторяли, ну тогда будет несколько произвольных этих переменных, а остальные мы уже через них выразим, И будет линейная комбинация этих фундаментальных, базовых решений. Вот и получится всё как бы. Всё это вы знаете, просто другими словами это формулировалось в алгебре. А альтернатив Фридгольма – это то же самое в произвольном, в Гильбертовом пространстве. В прошлый раз мы с вами рассматривали случаи, когда собственные числа оператора не равны нулю. Что это значит? Вот 4 – это задачи на собственные значения, равные нулю. У сопряжённого оператора или у этого оператора нулевое, значит, есть собственные значения. А мы рассматривали, значит, случаи, когда нету нулевых собственных значений. Значит, мы рассматривали первую ветку альтернатив Фридгольма. Сегодня мы будем с вами изучать обобщённую функцию игры. То есть мы переходим на вторую метку. Ну, я не знаю, можете нарисовать курсор, перешёл сюда. Вот он стоял на первом пункте, а теперь на втором стоит. Что нам в таком случае делать? Ну, раз у нас полная аналогия с алгеброй, просто измерение чуть-чуть побольше, то мы знаем, что в алгебре делать. Вот у нас определитель равен нулю. Как найти обратную матрицу? Человечество разрешило эту проблему. А давайте вот от этих нулевых мод мы избавимся. Перейдём под пространство ортогональные нулевым модам. Ну, давайте я напишу L Пси Энтэ равняется лямбды Эн Пси Энтэ. Я напишу, что Энтэ изменяется от единицы до К большого. Это вот нулевые моды. Вот для них пусть лямбда Энтэ равно нулю. Вот это будут нулевые моды. Ну, мы можем пронумеровать по-разному. Давайте вот нулевые мы первыми номерами обозначим, чтобы с ними так легче было возиться. Обратный оператор у нас был такой. L минус первой равняется сумма единиц на лямбда Энтэннн. Давайте возьмём быка за рога. Что в этой записи мы не можем написать? Мы не можем, когда лямбда Энтэ равны нулю. Вот этих слагаемых мы никак написать не можем. Что же нам тогда делать? Давайте сумму здесь напишем не от единицы, а от К большое плюс один до бесконечности. Здесь поставим букву О для учебных целей, чтобы вы знали, что это не обычный обратный оператор, а обобщённый. Вот этот оператор, где сумма не вся, а только по ненулевым модам, называется условно обратный оператор. У него замечательные свойства. Он как раз лежит, тут стоит сумма НН, это сумма проекторов на разные подпространства, предлежащие разным собственным числам. И сумма здесь стоит не вся, а только сумма по ненулевым собственным числам. То есть это мы как раз находимся, этот оператор весь находится в подпространстве, которое является ортогональным дополнением к подпространству нулевых мод. Видите, мы как раз в сумме оставили те, которые не нулевые моды. Только те проекторы оставили, а остальные проекторы. Ну и всё, вот у нас вот и есть то, что нам надо. Ну, точнее и так, не то, что бы надо. Конечно, нам бы хотелось, чтобы единственное решение, и всё такое. Просто это лучшее из того, что мы можем сделать, если у нас уже мы пошли по второй ветке альтернатива Фридгольма. К сожалению, лучшего не будет. Теперь давайте напишем функцию Грина. g обобщённая от х х штрих равняется х л минус 1 на х штрих равняется. Давайте вот такую сумму будем назначать сигма штрих. Сумма по ненулевым модам. Сигма штрих по н единицы на лямбда н х н н х штрих и равняется сигма штрих по н единицы на лямбда н Пси энт от х Пси энт сопряжённая от х штрих где, напомню, это координатные представления этих самых энтых векторов. То, что написано через Брайкет вектор, это в общем в любом пространстве, а это уже в координатном представлении конкретно. Пси энт от х считаются нормированными функциями уже. Тогда вот это всё разложение по проекторам справедливо. Вот эта вот функция грин называется обобщённая функция грина. В некоторых книжках она называется модифицированная функция грина. Мне кажется, что обобщённая более правильный термин, потому что если нулевых мод нету, так это такая же обычная функция грина. Сигма штрих – это обычная сумма по всем уже тогда модам. И она переходит в... Поэтому она обобщённая в том смысле, что для всяких разных случаев, а в частном случае, когда нету нулевых мод, она переходит в обычную. А модифицированная, ну, как-то тоже употребляет. Знаете, что есть такой термин. Ну, мне кажется, что он менее удачный. Свойства. Давайте некоторые свойства перечислим. Обобщённая функция грина ортогонально нулевым модам. Вот у нас написано выражение для условно-обратного оператора. Мы видим, что это сумма по ненулевым направлениям в этом подпространстве. А в эту сумму и не входит вообще ничего. Ни проектора нулевого. Если это умножить на одну из нулевых мод, слева там, скалярно, ну, только ноль получится, потому что в сумме нету этой моды. От единицы до ка. Вот на те самые моды. То есть сумма н здесь от единицы до ка. На сумма по сигма штрих по н. А, ну, давайте я здесь напишу явно от к плюс 1 до бесконечности. Единицы на лямб до н н ну, и здесь давайте поставим н штрих, чтобы с этим не совпадало. Вот так вот умножим, получится ноль, потому что в этой сумме просто нету, не входит. Ну, то, на что мы умножаем, в сумме не стоит. А там по силу ортогональности этих софтных векторов. Вот и всё ортогонально любым модом. Второе свойство. Уравнение. Уравнение для обобщенной функции Грина. Ну, мы с вами говорили про обычную функцию Грина, что не очень удобно её искать в виде какого-то такого разложения бесконечного ряда по проекторам. Ряды не всегда просто суммировать. Обычно решает дифференциальное уравнение, а там у нас большие навыки, мы много занимались уравнениями, поэтому так функции Грина искать легче. А в общем, ну, и тоже легче. Надо написать на неё правильное уравнение. Ну, давайте напишем L на G равняется, давайте на G обобщённо, равняется L на сумму по N низ на лямбда N Пси НТ от X, Пси НТ сопряжённый от X-штрих. Ну, и мы знаем, что будет. Вот мы L подействуем, на Пси Н лямбда N выскочит, да? Но сумма-то штрихованная. Что дальше делать с этой неполной суммой от К плюс 1 до бесконечности? Ну, сократится там лямбда N, конечно. Мы от единицы до бесконечности знаем, чему она равна. Есть условия полноты, это дельта-функция будет. А от К плюс 1 до бесконечности, кто его знает, чему равна такая сумма? Поэтому давайте эту сумму запишем как разность. То есть сумма от единицы до бесконечности, в которой мы знаем ответ минус, сумма от единицы до К по нулевым модам. Первую сумму мы знаем, это дельта-функция в координатном представлении. А если в инвариантном виде, то это просто единичный оператор. Минус, а эта сумма, ну, ничего мы здесь сделать не можем, она остаётся в таком виде. Вот оно, уравнение на обобщённую функцию Грина. Оно такое же, как на обычную функцию Грина, то есть дельта-функция минус сумма нормированных вот этих функций умножить на функции, то есть это проекторов, нормированных проекторов. Надо из дельта-функции вычесть сумму проекторов на все нулевые моды, какие только найдутся в задаче. Ну и понятно, что опять правильное название обобщённое, если нет нулевых мод, ну вот это исчезает, и получается то уравнение, которое мы на прошлой лекции с вами писали, прямо у него переходит на то, что мы в прошлый раз изучали частный случай, когда К большое равно единице, ну или уточнее. А, нет, единице. Да, как-то непонятно. Уто есть вообще нет этой суммы второй. Третье. Третье свойство. К обобщённой функции Грина можно добавить линейную комбинацию нулевых мод. сумма по К от единицы до К большое, С, К, Т, Пси, К, Т, от Х. У нас надо оправдать, что мы идём по второй ветке, что у нас там не единственное решение. Ну вот, да, действительно не единственное. Вот это добавим. Это решение однородного, нулевые моды, они решают, это решение однородного уравнения, которое ещё и всем граничным условиям удовлетворяют. Ну, пожалуйста, сколько хотите, добавляйте. Но тогда получается, что обобщённая функция определена, что ли, неоднозначно? Вот для того, чтобы она была определена однозначно, вводят дополнительные условия. ОФГ становится однозначнее, если потребовать ортогональность ортогональность. Пси, ну, в этом он обращает, а сейчас пси, нормированный, пси – это нормированный В. Пси катый от х на g от х штрих интеграл по области d по d х равняется нулю. k маленькая равняется от единицы до k большое. Вот эти вот интегралы по области d – это скалярные произведения. Они гарантируют, что наша функция грина лежит там, где надо, в ортогональном дополнении. Там она и должна лежать. Но это как раз получается k большое условие, и мы k большое коэффициент от этих найдём точно. Если функция будет единственная обобщённая. Тут я некоторые замечания такое сделаю. Надо ли вообще эту ортогонализацию проводить? Для теории, конечно, чтобы она была единственной. Вот давайте проведём и мы найдём ту самую единственную обобщённую функцию грина. Скажем, задачники, чтобы сравнить с ответом. Надо же единственную знать, они с точностью долинейной комбинацией. А если в жизни смотрите, у нас альтернатива Фридгольма. Если у нас правая часть не ортогональна, нулевым модом, то вообще всё равно мы задачу не решим, как ни старайся. Не потому, что плохо старались, потому, что альтернатива Фридгольма не позволяет. Помните, этот определитель, у которого в матрице системы две строчки одинаковые, в правых частях разные стоят. но никак мы не решим ничего не стараясь, как ни крути. А зачем тогда ортогонализация? Вот функция Грина, предположим, неоднозначная какая-то, если правая часть у нас есть какая-то хорошая, с которой задача решается, тогда мы и так решим. А если правая часть плохая, мы и так не решим. Зачем нам эта ортогонализация так по большому счёту? Я бы это сравнил с таким конвейером. Вот вы хотите посчитать решение неоднородной задачи. Если вы одну задачу решаете, так вы и так её решите без всякой функции Грина. А вот если нам на конвейере идут всякие правые части F от X, а мы хотим получать решение. Мы один раз насчитали функцию Грина, подходит щёлк, готово, вот ответ, следующий подходит, щёлк, следующий ответ. А теперь обобщённая функция Грина с нулевыми модами у нас оператор, что делать? Мы должны предварительно эти правые части где-то проверять, что они ортогональны нулевым модам. Подходит, щёлк, здесь её проверили, подошла, мы её проинтегрировали и всё, и поехала. Просто две ступеньки на этой конвейере. Но если никто не проверяет, так нам надо функцию Грина иметь хорошую ортогональную нулевым модам, вот как я сказал, идёт, мы просто не сможем проинтегрировать, интеграл будет в бесконечность обращаться. Если конечная система уравнений, мы должны разделить на определитель равенную нулю, никак мы этого сделать не сможем. То есть, если правая часть и так кто-то проверяет, так и не нужна ортогонализация, честно говоря, она только для теории нужна, чтобы была единственность. А вот если не проверяют, так лучше всегда ортогонализовать. И последнее тут маленькое замечание, иногда в синей тетрадке вы найдёте такие примеры условия взаимности, то, что х и х-штрих можно переставить вместо ортогонализации позволяет найти ту самую единственную вобщённую функцию грина. Ну, так аккуратненько надо всё писать, но есть такие примеры, когда это условие взаимности очень сильно помогает. Пример. d2 по dx дважды будет у нас оператор u-штрих от нуля равняется u-штрих от единицы равняется нулю с нулевыми производными на границах. Вот тоже оператор штурм нулювили одномерный случай. Что мы видим? У этого однородного уравнения решения единицы и х ну, у которых вторая производная равна нулю функции. х у него производная равна единице. А вот эта единица производная равна нулю. Единица это нулевая мода. psi 1 от х равняется единице нулевая мода. Ну, она же и v1. так повезло нам отрезок у нас единичный, что эта мода сразу нормирована. Мы одну ступеньку пропустим, еще надо по идее ее отнормировать. Теперь мы должны написать уравнение, которое на обобщенную функцию Грина. g 2 штриха равняется дельта функции от х минус х штрих минус единица умножить на единицу и сумма по одной всего нулевой моде. Вот у нас такое получилось уравнение. Давайте это уравнение решать. Мы большой опыт имеем решать линейное уравнение. Нам надо найти общее решение однородного уравнения и частное решение однородного и сложить. При х неравном х-трих это было бы однородное только минус единицы мешает. Частное решение минус х квадрат пополам. Ну я не угадал это просто движение в однородном поле в движении тела выброшено в порточку. Минус х квадрат пополам. Теперь вот здесь а здесь я тоже знаю решение однородного в каждой области х больше х меньше единицы и х поэтому функцию уже я только не пишу что она обобщенная все это уже и так знают равняется а давайте так напишем минус х квадрат пополам на улице а потом только напишем фигурную скобку минус х квадрат пополам плюс фигурная скобка а1 плюс b1 х когда х меньше х и а2 плюс b2 х когда х больше х наверно понятно это обозначение это общая часть так не пишет обычно по-моему совершенно понятно удивительно почему так не пишет только надо писать мне кажется теперь нам надо выполнить граничные условия и условия на скачке у нас четыре условия и по теории у нас не будет однозначности этого недостаточно то есть у нас раз одна нулевая мода одного условия нам не хватит вот такое общее предсказание теории давайте это проделаем и убедимся что нам ровно одного условия не хватит граничные условия производные в нуле вот эту строчку дифференцируем b1 будет она должна быть равна нулю b1 b1 равно нулю я b1 даже зачеркнул чтобы больше уже и не писать вот первую я даже не стал дифференцировать потому что производная в нуле ноль от этого а в другой границе я должен то что за скобкой тоже продифференцировать минус 1 будет да потому что там там оно не обращается в нуль плюс b2 минус 1 плюс b2 равняется нулю а отсюда b2 равняется единице все ограниченные условия используем две константы нашли пока это вот общая теория которая нам нашептывает что нам не должно хватить слов пока все в порядке пока нам всего хватает два уравнения сразу две неизвестных нашли запросто может быть мы и дальше как-то обойдем эту теорию на скачке x равняется x штрих непрерывность функции тут не надо писать то что за фигурной скобкой потому что это что непрерывно ну это то не меняется то что снаружи только то что внутри надо писать a1 равняется a2 плюс x штрих это непрерывность функции а теперь напишу единичный скачок производный единица минус а там константы а1 0 равняется единице нижнюю строчку продифференцировал коэффициент b2 равен единице производная значит единица равна я только то что в фигурной скобке дифференцирую то что снаружи стоит я не дифференцирую потому что там непрерывная конечно она не меняется на скачке вот нижнюю верхнюю строчку продифференцировал 0 получился вычел значит скачок вот этот единица минус 0 должен быть равен единице то что детство получилось на последнем этапе когда мы писали скачок производной нам так и не хватило одного условия у нас 4 неизвестных и всего 3 уравнения и что нам теперь делать придется вот для того чтобы единственным образом найти пользоваться ортогональность нулевым модом давайте напишем значит сначала в общем виде g от x x3 под x от 0 до 1 должно быть равно 0 вот вот эта ортогональность я умножил на нулевую моду равную единице ну здесь даже не обязательно нормированную умножать на какую-нибудь там нулевую моду вот этот интеграл давайте теперь посчитаем интеграл от фигурной скобки то что вне фигурной скобки можно к правилам от нуля до единицы интегрировать это непрерывная величина то есть будет 0 равняется интеграл от нуля до единицы минус x в квадрате пополам до x а вот то что фигурные скобки надо разбить этот интеграл на 2 интеграл от нуля до x штрих и от x штрих до единицы там разные формулы плюс интеграл от нуля до x штрих x меньше x штрих это верхняя строчка а1 dx плюс интеграл от x штрих до единицы а тут нижняя строчка x больше x штрих это будет а2 плюс x dx штрих dx то есть а2 плюс x ага ну эти интегралы не сложнее чем вы считали поэтому давайте их последовательно все и выпишем только аккуратненько чтобы не ошибиться равняется этот интеграл будет минус одна шестая второй интеграл будет просто x штрих плюс а1 на x штрих и последний остался он из двух слагаемых первая слагаемая это просто константа будет плюс а2 на единицу минус x штрих плюс а2 вот последний который остался он равен x в квадрате пополам подставляем пределы и будет единица минус x штрих в квадрате пополам смотрите что здесь есть здесь есть такая замечательная комбинация x штрих умножить на а1 минус а2 давайте вспомним что у нас есть еще одно неиспользованное уравнение которое как раз дает нам а1 минус а2 и подставим у нас будет минус одна шестая плюс x штрих в квадрате плюс а2 плюс одна вторая минус x штрих в квадрате пополам было минус 1 вторая плюс 1 вторая это одна треть минус стало плюс x штрих в квадрате пополам было минус 1 вторая плюс единица от этого от x штрих в квадрате и плюс а2 отсюда а2 раз это все равно нулю равно минус 1 вторая x штрих в квадрате минус 1 треть все мы нашли а2 ну и нашли а1 а1 на x штрих больше а1 равняется минус x штрих в квадрате пополам минус 1 треть плюс x штрих все стало однозначно как и положено по теории по третьему свойству раз мы выполнили условия ортогональности обобщенная функция Грина определена единственным образом давайте мы выпишем ответ чтобы этой функцией можно было пользоваться вот недостаточно того что у нас в разных местах страницы или там доски написаны разные коэффициенты нам надо все собрать и функцию написать чтобы ответ такой же от x штрих равняется минус вот смотрите у нас кроме x в квадрате еще x штрих в квадрате оно тоже и сюда и сюда входит и 1 треть еще если это тоже можно за скобкой написать это общее место минус 1 треть минус x в квадрате плюс x штрих в квадрате пополам плюс фигурная скобка а для фигурной скобки остается а1 равное а1 у нас равно просто x штрих x штрих когда x меньше x штрих и вот это вот b2 на x то есть единичка x единичка умножить на x когда x больше x штрих вот он ответ для этой в общеной функции в общеной функции грин а теперь еще надо вспомнить что только для ответов только для того чтобы красиво записывать ответы есть такие удобные переменные x больше x меньше x меньше это минимум из этих двух а x больше это максимум из этих двух равняется минус 1 треть вот это тоже можно написать как x меньшее в квадрате плюс x большее в квадрате пополам плюс а здесь смотри всегда стоит x большее вот он ответ в одну строчку ну если у нас например ну ясно что не со всякой правой частью такое уравнение решится а эта правая часть должна быть ортогонально нулевой моде равной константе или единице я сейчас нарисую вам f от x который ортогонально нулевой моде у нее вот здесь вот плюсовая и минусовая площади должны быть равны может быть любая но только площадь под этой кривой должна быть равна нулю иначе с ней вы все равно не решите если кто-то отдельно проверяет эти площади и вам потом выдает те правые части которые годятся тогда можно было и не нормировать любые взять эти а2 например равные нулю взять и все как вам проще интегрировать мы продолжаем изучать теорию с одной стороны мы вот изучили уже обыкновенные функции глина с другой стороны мы не продвинулись по другому измерению мы пока изучали только оператор штурма Леувиля то есть обыкновенные уравнения мы сейчас перейдем к уравнению частных производных а там вы знаете из прошлого семестра там для некоторых это был кошмар чтобы запомнить и отличать эллиптические операторы гиперболические параболические операторы но большинство с этим справились и мы начнем с эллиптических операторов что же за эллиптические операторы ну начнем с самых простых уравнения по сона дельта у равняется f от x дельта оператор Лапласа в каком-то там инмерном пространстве произвольном уравнение лапласа дельта у равняется нулю ага уравнение лапласа это не то уравнение паосона это задача 1 а уравнение лапласа это задача 2 которую мы еще не решали уравнение паосона 0 должно быть в многограничных условиях а уравнение лапласа наоборот в граничных условиях все и есть в правой части ничего нету поэтому это мы отложим пока это задача 2 мы пока про нее ничего не говорили мы туда теорию не довели пока вот у нас курсор здесь на уравнение паосона к уравнению паосона чтобы это была задача не должны быть однородные граничные условия мы будем изучать два вида граничных условий граничные условия у на с равняется нулю. Это называется задача Дерехле. И нормальная производная ДУПДН равняется нулю. Это называется задача Неймана. Есть и другие задачи. Я в прошлом семестре вам говорил, что бывают и другие задачи. Задачи наклонные, производные или еще какие-нибудь. Задачи, когда линейная комбинация заданной функции и ее производной нормальной. И даже есть такие смешанные задачи. Например, про спутник, у которого ровно половина освещена Солнцем, и там одна задача, а другая половина смотрит в абсолютную черноту, и там другая задача. Там не выбиваются фотоэлектроны. И бывает так, что в разных частях поверхности разные задачи. Ну, мы будем только вот такие простейшие. Если вам нужна будет более сложная задача, вы точно так же, теми же способами все исследуете и получите нужные вам функции Грина. Давайте мы будем все последовательно все изучать. Для начала, чтобы вообще решать эту самую... Раз мы уже теорию знаем. Если бы мы ничего не знали, если бы мы это начали в начале лекции, мы бы прямо начали решать, искать эту функцию. А сейчас-то мы уже подкованы. Нам надо сначала доказать, что нет нулевых мод. Поэтому мы начнем с единственности решения задачи Дерехле. Второй пункт. Единственность задачи Дерехле. Тоже мы должны потом еще и задачу не рассмотреть. Но с чего-то следует начинать. Итак, как доказать единственное решение сдачи Дерехле? Для того, чтобы доказать, мы сначала докажем некоторую теорему, которую вы, наверное, в ТФКП доказывали. Но мы докажем для общего случая н мерного. Эта теорема называется принцип максимума. Вы знаете, что такое гармоническая функция, которая уравнение Лаплас удовлетворяет. Вы сейчас как раз где-то в середине задания эту задачу решаете про гармонические функции. Значит, вот вспомним, что у нас есть область Д, у нас есть граница. Все это вложено в пространство РН. Гармоническая ФД функция непрерывная вплоть до границы может достигать максимального значения только на границе. Вот такая вот теорема. Вы в ТФКП наверняка доказывали на комплексный пол для двумерного оператора Лапласа. А тут у нас самый общий н мерный случай. Итак, напомню, что мы остановились на том, что хотим доказать принцип максимума. А максимум бывает только на границах. Не бывает никакого максимума в центре для гармонических функций. Для двумера вы это знаете, а вот для общего случая, вот мы сейчас общее доказательство приведем принципа максимума. Для нас это некая вспомогательная теорема, но все равно важная. Давайте обозначим. максимум на границе. Максимум в области давайте, пусть это будет максимум в области у от x. Вот эту точку, самое большое значение этой функции обозначим за м большое. А за м маленькое обозначим максимум на границе. Ну и пусть этот максимум в области достигается в точке x0. Давайте я напишу в обозначениях аргумент максимума u равняется x0. Не буду, затрой эти обозначения. Просто напишу в точке x0. Зачем это нужно? В точке x0. Вот в точке x0 в области где-то вот такая точка есть x0. И там эта функция максимальна. Это мы обозначили пока только. А теперь мы предположим противное, что у нас не то, что мы говорим в теореме, что максимум а пусть максимум в области. Пусть m большое больше, чем m маленькое. ПП сокращенно написал, предположим, противное. Вот. Вот составим вспомогательную функцию. v от x равняется от x плюс m минус m разделить на 2d в квадрате на x минус x0 все в квадрате, где d диаметр области. Давайте я здесь нарисую. Это значит в самом широком месте. Знаете, что такое диаметр области? d равняется максимум по всем x1 x2 из области d нормы x1 минус x2. Называется это диаметр. Ну, это просто размер в самом широком месте, каком только можно досмотреть. Вот, я примерно нарисовал в самом широком месте. Возьмем такую вспомогательную функцию. Мы к нашей функции добавили нечто положительное. Если наше предположение верно, мы только ее увеличили. И оценим ее на границе. V на S равняется U на S. Ну, давайте будем сверху оценивать. Не превосходит максимума U на S плюс давайте плюс вот эту вот штуку надо на границе оценить. Какое самое большое X-X0 может быть на границе? Ну, наверное, худший случай это D. То есть, например, вот у нас X0 находится вблизи одной точки, вот самой крайней, которая там у нас нарисована. Вот, как я здесь, наш близко, а вот пусть X1 лежит на другом конце, вот тогда X-X0 самое большое, что может быть, это D в квадрате плюс M минус M на 2D в квадрате на D в квадрате. Вот я по самому максимуму оценил, поэтому это оценка сверху. D в квадрате у меня сократилось. Собственно, я специально такое добавил, чтобы D в квадрате сокращалось. Это не потому, что нам повезло, а потому, что я так подобрал. Вот этот максимум GUN S это M маленькая. Равняется M плюс M минус M пополам. Это будет M плюс M пополам. А это меньше, чем M большое. Раз, если у нас наше предположение верно, то это меньше, чем M большое. значит у нас максимум функции V вспомогательный тоже меньше, чем ее максимум внутри области. То есть ее максимум на границе. То есть у нас эта функция V тоже достигает максимум внутри области. Она такая же, как в этом смысле мы ее не испортили. Пусть она достигается в некоторой точке X1. V достигает максимума в точке X1 из области D. найдем лаплассиан V это лаплассиан U плюс лаплассиан M минус M на 2D в квадрате X минус X0 в квадрате. Вот это вот 0 U гармоническая функция. А лаплассиан X минус X0 в квадрате это первая координата минус первая координата X0 в квадрате. Вторая координата там это сумма всех вторых производных. Всего N будет вторых производных. Каждая вторая производная даст двойку и сократиться этой двойкой будет M минус M пополам на D в квадрате на 2 на N на размерность пространства. Понимаете? Потому что X минус X0 в квадрате равняется X1 минус X1 нулевое в квадрате плюс X N минус X N нулевое в квадрате. Ну и мы в два раза должны по X1 продифференцировать плюс два раза по X2 продифференцировать будет двойка каждый раз получаться всего и будет N столько сколько размерности в нашем пространстве. Поэтому у нас двойка сократится а D в квадрате останется но не важно важно что все если M большое больше чем M маленькое то это у нас точно положительное число больше нуля. С другой стороны дельта V равняется D2V по DX первое в квадрате дважды плюс D2V по DX в квадрате раз это точка максимума точка X1 то там эти все производные вторые должны быть отрицательны то есть вот это вот меньше или равно нулю и так далее это тоже меньше или равно нулю и все это должно быть меньше или равно нулю ага смотрите вот сравните мы доказали что это положительное число лапассиан от функции V а с другой стороны меньше или равно нулю все это я сокращенно написал полученное противоречие и доказывает требуемое утверждение полученное противоречие и доказывает требуемое утверждение все принцип максимум доказан на самом деле тут прокомментирую как бы и так понятно совершенно что если у нас максимум где-то находится там все вторые производные должны быть отрицательны а лаплас равен нулю то есть не может быть внутри области никак никакого максимума только на границе потому что вторые производные с одной стороны это максимум они должны быть отрицательны а с другой стороны сумма их равна нулю никак ни одного знака не может такое быть значит только на границе но это рассуждение не является строгим доказательством потому что есть такие функции у которых вторая производная точно равна нулю а только четвертая отрицательная и у них тоже максимум вот чтобы эти функции исключить нам пришлось отгородиться вести вспомогательную функцию вот этого добавить зато теперь все у нас все случаи покрыты это нмерное общее доказательство мы теперь не сомневаемся что только так теперь давайте сформулируем еще одно вспомогательное отверждение принцип минимума гармоническая fd функция от x может достигать достигать минимума только на границе как доказать давайте вспомним что вот дельта у равняется нулю что она гармоническая функция возьмем минус поставим в этом уравнении в правой и левой частях дельта от минусу равно нулю и к функции минусу применим принцип максимума функция минусу может достигать максимума значит функция у минимума только на границе мы вообще ничего даже писать не надо чтобы это доказать потому что мы довольно сильное предположение приняли что у действительная функция если бы это было не так так легко бы не получилось все теперь у нас все есть все вспомогательные утверждения чтобы доказать единственность пусть имеется два решения дельта у один равняется у один на с равняется g вот такую задачу решим самую общую даже не задачу один а задачу ноль самую общую вообще пусть у него имеется два решения то есть дельта у два равняется у 2 на с тоже равняется g пусть у нас есть два решения в частности при g равном нулю мы тоже сейчас докажем возьмем функцию у равняется у один минус у два для этой функции дельта у равняется нулю а у на с тоже равняется нулю понимаете да ну возьмем вычтем у один у два на границе ноль остается уравнение одно из другого ноль останется уравнение правой части итак функция у должна быть гармоническая и удовлетворять нулевому граничному условию на с чему она равна эта функция если она на границе равна нулю то это и есть самое максимальное значение но с другой стороны по принципу минимума это и есть самое минимальное значение значит она может быть только равна нулю по принципу максимума и минимума из принципов м и м следует что у равняется нулю она не может быть больше она не может быть меньше она точно равна нулю во всей области все значит у1 точно совпадает с у2 следовательно у1 и у2 совпадают единственность доказана в частности прижа равна нулю пусть у нас задача 1 будет прижа равна нулю мы доказали что решением по ильтернативе Фридгольма мы должны идти по первой ветке у нас однородное уравнение имеет только нулевое только тривиальное решение нам не надо ортогонализовывать чего-то там никакой в общенной функции Грина искать не надо все у нас и так хорошо и в порядке понимаете можно было вот мы вычли одну из другой доказали точно можно было сказать что нулевых мод нету симофор открыт можно теперь строить функции Грина никакая теория нам не помешает мы потратили 20 минут но золо теперь мы не сомневаемся что все у нас в порядке с бэкграундом третий пункт сегодняшний это фундаментальное решение уравнение Пуассона вот нам надо решить такую задачу дельта G от R равняется дельта от R минус R я нарочно сначала забыл про гранусловие только фундаментальное решение потом мы отдельно поговорим про гранусловие как решить такое уравнение ну во первых мы сразу можем догадаться что решение зависит только от R минус R штрих давайте за вектор РОБа значим поскольку коэффициент уравнения не зависит от R уравнения АПЛАС там нету никакой зависимости от R соответственно имеется трансляционная инвариантность можно было просто вообще R штрих здесь убрать а потом в конце в ответе подставить только от раз но это про трансляцию это вам говорят раньше говорили поскольку вы не знали каким словом это назвать теперь вы все знаете это значит что группа трансляции имеется такая вот группа и есть в этом уровне все тогда можно гарантированно что ответ зависит только от инварианта от R минус R штрих ну ясно что эти функции будут разные в разных размерностях например когда n равна единице то мы и так знаем ответ g от x равняется модуль x минус x пополам x вот здесь x штрих и вот вот такой вот взлом это единичный скачок производная непрерывная функция линейная она и в том и в другом случае x и минус x видно что это то самое и есть зависит только от разности в одномерном случае мы фактически прошлый раз в примере нашли эту функцию мы ее знаем а что будет двумерий трехмерий и так далее давайте посмотрим что будет n равно двум интеграл лапласиан от g по объему равен единице должен быть потому что это дельта функция там стоит а с другой стороны это интеграл от дивергенции градиента g по объему или интеграл от градиента g по элементам площади вот это по s это по d градиент d в этом случае когда только от разности только от розы висит это просто производная пара а ds элемент направлен тоже по радиус всегда по нормали так сказать наружу давайте возьмем это самое вот не по всей области будем а только по маленькому вблизи равный р-штрих по маленькому шарику будем интегрировать шар r стремится к нулю ро по модулю равняется r а r стремится к нулю вот так тогда это будет 4 пи r а 2 пи r n равно 2 2 пи r это будет 2 пи r это будет длина окружности ну площадь этого шара умножить на dg по d r вот а при n равном 3 точно такие же рассуждения с помощью теоремы Гаусса дают нам что единица равняется 4 пи r в квадрате dg pdr 4 пи r в квадрате площадь этого маленького шарика а dg pdr это производная то есть градиент вот этой самой функции фундаментального решения которое стоит под интегралом он везде одинаково поэтому выносится и интеграл дает площадь в соответствующем числе измерения площадь окружности или длину длину окружности или площадь круга или там какой-нибудь трехмерной площади четырехмерной сферы или что-нибудь такое все что надо ну вот то что получается для разных размерностей это фактически дифференциальное уравнение на g от r на эту функцию давайте их решим n равно 2 g штрих равняется единица на 2 пи r все сразу интегрируем получаем что g равняется единица на 2 пи логарифм r теперь вспоминая что r это модуль от ро а ро это r минус r штрих получаем ответ g от r штрих равняется единица на 2 пи логарифм модуля r минус r штрих вот фундаментальное решение в двумерном случае n равно 3 g штрих равняется единица на 4 пи r в квадрате хотя здесь квадрат вместо первой степени знаменательный но я думаю что вы с такой же легкостью как и в двумерном случае проинтегрируете эту функцию единица на 1 в квадрате потому что как же вы могли изучить механику и ни разу не интегрировать этой функции наверняка g равняется минус единица на 4 пи r отсюда g от r штрих равняется минус единица на 4 пи модуляр минус r штрих эти ответы не случайны вам наверняка они показались знакомы потому что вы их уже видели в электростатике двумерное фундаментальное решение это потенциал заряженной нити а трехмерный это потенциал точечного заряда четырехмерный пятимерный фундаментальное решение если вы захотите вы можете точно так же получить с легкостью но вряд ли они пригодятся в электростатике вот теперь насчет функции грина четвертый пункт функция грина задачи дирекли функция грина как всегда если случай очень симметричный вы сможете его построить а если область не такая симметричная то наверное вы никогда не сможете построить такую функцию грина что что значит построить вот фундаментальное решение что мы можем к нему еще добавить чтобы построить функцию грина можем добавить линейную комбинацию любых решений не имеющих в области д особенностей вот не в трехмерном случае чтобы не было единицы на модуле минус р-штрих а в двумерном чтобы не было логарифмических особенностей к фундаментальному решению добавим функции не имеющие особенности в области д что почему не имеющих особенностей чтобы вот это уравнение оставалось для g большое справедливо вот g маленько добавили чтобы не испортить правую часть чтобы не было дельта функции который аргумент который срабатывает внутри области d тогда все это тоже будет еще одно фундаментальное решение а теперь давайте подберем эти функции которые добавляем так чтобы еще граничными условиями было все в порядке а это сделать не так просто а что добавлять непонятно да вот при n равняется 2 и 3 помогает вот как-то разобраться можно ли это вообще сделать метод изображения ну знаете что вот у вас если есть плоскость и там заряд то давайте проводящие то под плоскостью помещают другой заряд с противоположного знака и тогда силовые линии этих двух зарядов всегда перпендикулярны этой проводящей плоскости ну соответственно этого второго заряда и нету на самом деле но вот сумма двух как раз удовлетворяет условия мы фактически таким способом строили методом изображения функцию грина для задачи деревья вот и вот в каких-то простейших областях этот метод изображения помогает построить функцию грина ну и не расстраивайтесь если не получается конечного числа изображений я даже видел работы где сумма такая по бесконечному числу изображений ну иногда эти суммы удается посчитать то есть можно как-то продвинуться с помощью метода изображения при n равном 2 именно в отдельном исключительном случае двумера у нас еще есть метод конформных преобразований наверное у вас не было на основном курсе ТФКП ну по крайней мере на спецкурсе наверное был кто ходил на спецкурс дополнительные главы ТФКП никто не а о здорово вот вы знаете вы знаете что такое конформное преобразование вот именно в двумерном случае там есть комплексные переменные и можно гораздо больше всяких разных случаев рассмотреть и построить благодаря двумерности давайте какой-нибудь пример приведем не будем общую теорию изучать тем более что это не так-то часто и сделать удается пример вот у нас есть ось Z а здесь есть плоскость X Y и вот мы хотим построить такую функцию Грина для уравнения Пуассона которую обращается в ноль на плоскости G при Z равняется 0 равняется 0 она должна в верхнем полупространстве она должна быть при Z больше 0 она должна область D это Z больше 0 а при Z равном 0 на границе должна обращаться в 0 ну фактически это и есть та задача которую вы решали в глимтостатике вот у вас есть плоскость Z равняется 0 там идеальный проводник и поэтому надо чтобы по нему не текли никакие токи то есть все силовые линии должны перпендикулярны этому проводнику любая тангенциальная компонента тут же приведет к току а если он идеальный этот ток быстро протечет и исчезнет эта компонента она закоротится ну что мы знаем что у нас есть фундаментальное решение G которое есть минус единица на 4P модуль R минус R' квадрат без квадрата вот у нас есть точка с координатами x, y, z x, y, z точка источника а надо построить функцию Грина давайте к этому фундаментальному решению что-то такое добавим вот по идее мы знаем что метод изображения учит нас что надо на таком же расстоянии только какой заряд добавлять такого же знака или противоположного знака ну или функцию Грина вот отлагаемый минус единицы на 4P или плюс единицы на 4P чтобы это понять надо нарисовать вот те самые силовые линии вот видите вот у нас силовые линии вот от такой системы зарядов противоположного знака они всюду перпендикулярны этому нашему идеальному проводнику чтобы не текли токи или другими словами если посмотреть эквипотенциали то если заряды одинаково величины то ровно посредине будет плоскость эквипотенциали вот эта плоскость проводящая будет эквипотенциали то есть а нам и надо чтобы функция грина обращалась в ноль в константу какую-то на всей плоскости то есть надо взять заряды противоположного знака согласно этой картинке чтобы z равно нулю была эквипотенциальной поверхностью поэтому g равняется пишем эту функцию грина в декартовых сначала фундаментальное решение декартовых координатах x минус x трик в квадрате плюс y минус y штрик в квадрате плюс z минус z штрик в квадрате и с другим знаком добавляем я нарисовал беленький такой заряд а тут темненький чтобы показать что не противоположного знака единица на 4π корень квадратный x минус x трик в квадрате плюс y минус y штрик в квадрате плюс z плюс z штрик в квадрате значит вот эта точка должна быть x штрих и y штрих минус за штрих только одна координата поменяла знак а все остальное то же самое проверяем подставляем z равно 0 в эту формулу которая громоздкая но несложно я бы так назвал вы видите вот это все точно сокращается а эти тоже сокращаются как только у нас z равно 0 все теперь уже в силу единственности это вот та самая функция грин и есть которая нам нужна нам повезло у нас всего один заряд изображения если бы у нас был там угол 90 градусов у нас было бы кроме самого заряда еще 3 изображения разных знаков при 60 градусах цепочка зарядов изображения замкнулась бы а в общем случае она конечно не замыкается возникает какой-то ряд который не всегда можно посчитать но вот если есть хорошая симметрия то вы это дело посчитаете по крайней мере идея понятна смотрите вот это второе слагаемое от него лаплосян тоже дельта функция но не в том месте эта дельта функция имеет свою свою особенность только при z меньше нуля то есть вне нашей области а там пожалуйста какие хотите особенности добавляйте нас лаплосян за областью да не интересует просто другой пример мы хотим найти такую функцию грина которая на границах окружности единичной d это единичная окружность размерность пространства двойка вот надо чтобы на этой границе на окружности эта функция грина обращалась в ноль кто его знает да ну важная задача тем не менее мы понимаем что она важная уравнение пасона на окружности давайте мы сделаем комфортное преобразование эту окружность переведем куда-нибудь желательно в верхнюю полуплоскость вот это вот z плоскость мы кружочком это обозначаем это w нам надо придумать такое преобразование которое переводит круг в верхнюю полуплоскость z плюс один на z минус один чуть в таком духе а потом будем еще может быть его немножко модифицировать эту формулу угадаем ее в конце концов я думаю попробуем сначала такое преобразование так я бы еще минус поставил давайте возьмем z равное e в степени и фи то есть на единичной окружности возьмем чтобы z лежал на единичной окружности тогда w равняется минус e в степени и фи плюс один а e в степени и фи минус один равняется ну это будет 2 косинус фи пополам а это будет 2 и на синус фи пополам и будет и катангенс фи пополам ну нам надо чтобы не было а чтобы вещественное было число поэтому давайте минус единица будет и давайте минус и сделаем то есть вот здесь сделаем это надо на минус и вот так вместо минуса поставим здесь i я вместо минуса i поставил теперь у меня хорошо у меня просто катангенс получился катангенс меняется при изменении фи от 0 до 2 пи от 0 до бесконечности от минус бесконечности до бесконечности то есть мы добились вот какими-то модификациями такой формулы чтобы граница переходила в границу это первое правило в комфортных преобразованиях но теперь еще все равно остается вот те кто ходили знают два варианта круг может перейти единичный в нижнюю плоскость а может верхнюю для того чтобы это проверить надо взять одну точку например завтра на нулю и найти дубль вы от нуля это будет вот смотрите плит минусы то есть вот на самом деле вот сюда переходить нижнюю плоскость нам надо что было плюс еще знак сменим впереди вот тогда будет все уже хорошо лишь получить напиши минусы здесь будет минус минус который мы стерли минус катанского вот тогда будет здесь плюс и вот сюда переходит точку и таким образом мы знаем что граница в границу одна точка внутри облажнул все значит вся весь круг единичный переходят верхнюю полу куда надо отобразили в под верхней полу плоскости мы с вами легко напишем функцию грина же от дубль в дубль в штрих равняется в дубль в плоскости это будет единица на 2 пи логарифм модуля дубль в минус дубль в штрих это еще только фундаментальное решение к нему надо что-то такое добавить чтобы это была функция грина чтобы она обращалась нуль на границе на границе на заряд изображения мы только что решали только трехмерную задачу но точно такую какую надо поэтому минус надо написать единица на 2 пи логарифм модуля дубль в минус вот вот к этой точке еще вот такую точку с другим знаком вот у нас два заряда в силовые линии там все такое рассуждение понятно как написать на через что вот тут что что точка находится под оси у x в нижней на сопряжение комплексное поставить будет дубль в минус дубль в штрих комплексно сопряженный вот вот такая у нас будет функция грина в дубль в плоскости теперь нам осталось только поставить дубль в через эту и мы пойдем функции грин ту той задачи который нам надо равняется единица на 2 пи логарифм на минус и z плюс 1 на z минус 1 плюс и з штрих плюс 1 на z штрих минус 1 минус минус единица на 2 пи логарифм модуля минус и z плюс 1 на z минус 1 минус а здесь будет и з штрих плюс 1 на z штрих минус 1 ну вот такого типа выражение будет дальше она там упрощается и получается нужна нам функция грина принцип по крайней мере понятен надо как-то подобрать комформное преобразование оно всегда есть просто но иногда сложно выглядит скажем для того чтобы многоугольник преобразовать верхнюю полуплоскость надо обычно какой-то не берущийся интеграл записать в а взять его не удается но тем не менее но существует в двумере все делается а в трехмере ничего другого нет кроме метода изображений иногда удается найти функцию грина иногда не удается наверное на сегодня достаточно